В Петербурге отмечают десятилетие Института Уполномоченного по правам ребенка. Вспомним, что изменилось в нашем городе за эти 10 лет. В Санкт-Петербурге всегда с особой заботой относились к детям, а в 2009 году правительство приняло решение – детям нужен защитник. Так в Петербурге появился новый загадочный институт – Уполномоченный по правам ребенка. Разбираться, что это такое, пришлось Светлане Юрьевне Агапитовой. Она была первой, кого выбрали на эту должность. К Уполномоченному стали приходить все, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Петербуржцы просили решить семейный или школьный конфликт, помочь получить квартиру, добиться места в детском саду. Найти того, кто ворует молоко у коровы, вывезти клопов из квартиры соседей, запретить пускать клонов в школу. Да, бывало и такое. Вскоре стало ясно, что нужно заниматься не только личными трудностями горожан, но и решать системные проблемы. Первым делом Светлана Агапитова познакомилась с учреждениями, где живут сироты. Самым удивительным из них оказался дом ребенка номер 13. В отличие от всех других учреждений, в 13-м доме ребенка сироты жили как в дружной многодетной семье. Группы по 6-8 человек. Никаких переводов по возрасту, никакой смены воспитателей, никаких манежей. Дети на полу или на руках у взрослых. Маленький ребенок обладает самой высокой потребностью к близким взрослым. Дома с ребенком находится мама, она его опора, а к сиротам приходят разные взрослые. И частая смена ухаживающих взрослых ведет к нарушению восприятия картины мира у ребенка. Такие дети могут иметь проблемы в адаптации, проблемы в общении. Им сложно формировать отношения. Главный врач дома ребенка 13 Наталья Никифорова вместе с учеными с ПБГУ разработали уникальную программу «Близкие взрослые». И за 20 лет получили удивительные результаты. Чтобы распространить этот опыт, Светлана Агапитова рассказывала о нем руководителям других сиротских учреждений, районной и городской администрации. Это послужило переломным моментом в осознании и изменении мировоззрений, важности социального окружения. Один очень важный момент этих изменений было в том, что детей-сирот, у которых есть братья и сестры, близких людей нельзя разделять. Я очень рада, что я хотя бы нахожусь здесь с братьями. Вот если бы их не было, были бы они в другой группе, у меня было бы меньше поддержки. Опыт Натальи Никифоровой обернулся постановлением правительства номер 481. Теперь абсолютно все дети в России должны жить в условиях, приближенном к семейным. В окружении пусть и временных, но близких людей, которые их любят, уважают и поддерживают. Воспитатели, директоры, они поддерживают трудные, например, мне плохо, да, но они подойдут, развеселят, и потом не хочется вообще грустить. Без общения, ребята вообще хорошие. Как бы привязываешься к этим людям, да, и только улыбаешься, и все. Еще одно начинание Светланы Агапитовой отразилось на жизни детей-подкидышей всей страны. Подкидышами называют детей, родители которых неизвестны. Их подкидывают в больницы, магазины, оставляют на детских площадках и в парках. Эти малыши не знают своих сестер и братьев, бабушек и дедушек. Но кроме родственной связи, подкидыши лишены и финансовой поддержки. Если дети-сироты получают пенсии по потере кормильца, а дети, оставшиеся без попечения, родители получают элементы, то подкидыши, то есть дети, родители которых неизвестны, не получают ничего. Об этой проблеме в 2012 году мы рассказали уполномоченным правам ребенка в Санкт-Петербурге Агапитовой Светлане Юрьевне. И она начала разбираться с этой проблемой. Уполномоченный неоднократно обращалась в федеральные ведомства, но поддержки там не нашла. А в 2016 году Светлана Агапитова подняла вопрос подкидышей на Совете Федерации. Изучив аргументы, председатель Сената Валентина Матвиенко инициировала изменения в пенсионное законодательство. С 2018 года подкидыши стали получать пенсию по потере кормильца. В Петербурге тяжело больные дети обеспечены лекарствами, благодаря которым могут нормально жить. Добиваться этого родителям помогала петербургский уполномоченный. Синдром Хантера и синдром Гурлер – редкие генетические заболевания. Если вовремя не начать их лечить, они приводят к необратимым последствиям и ранней смерти. Чтобы остановить болезнь, нужно всю жизнь принимать лекарства, годовой курс которого стоит около 30 миллионов рублей. В 2010 году уполномоченному по правам ребенка обратились 13 семей, в которых воспитывались дети с такими диагнозами. Уполномоченные обратились в Минздрав, но там отказались расширять список бесплатных лекарств. Правительство города тоже было не готово оплачивать детям дорогое лечение. И она, конечно, нам помогла. Во-первых, она помогла нам в суд обратиться. Через суд мы делили с ее помощью лекарства. И благодаря этому Маша очень хорошо развоевается, у нее память хорошая, хорошо учится, во всех кружках участвует во многих. Она и художку ходила. Я там рисовала, красками лепила из глины, но сначала лепила из пластилина. Добившись лекарств для петербургских детей, Светлана Агапитова на этом не остановилась. Она продолжала вести переговоры с Минздравом. В итоге в 2019 году перечень бесплатных лекарств был расширен. Теперь их отплачивает федеральный бюджет. С 14 лет каждый ребенок, свободный от учебы время, может пойти работать. Особенно активно этим правом пользуются подростки старше 16 лет. Еще недавно сиротам приходилось отказываться от такой возможности. Получив диплом о профессиональном образовании, сироты встают на биржу труда. Пока ищется для них подходящая вакансия, они получают пособие по безработице. Останавливала, конечно, постановка на учет центра занятости, ввиду того, что если бы они были официально трудоустроены, их пособие было порядка 1000 рублей в среднем. А если бы они были признаны неработающими гражданами из числа детей-сирот, то пособие их составляло бы в среднемесячную заработную плату по Санкт-Петербургу. За право сирот на временное трудоустройство уполномоченный боролось несколько лет. В итоге в 2017 году в Федеральный закон о занятости внесли изменения. Теперь сироты получают повышенное пособие по безработице, даже если у них есть опыт временного трудоустройства. Летом я работал официантом в ресторане. Работал я для того, чтобы иметь какие-то свои карманные деньги, чтобы не быть финансово зависимым от кого-то. Также это для приобретения опыта в дальнейшем трудоустройстве и, конечно же, знакомства и новые социальные связи. За 10 лет при помощи Светланы Гапитовой было сделано многое, чтобы жизнь детей как в Петербурге, так и во всей России стала лучше. Сироты и дети из малообеспеченных семей отдыхают в хороших лагерях. Дети с онкологическими заболеваниями пользуются социальными такси. Подростки, оказавшиеся в следственном изоляторе, питаются лучше. Мамы детей-инвалидов с особыми потребностями получают дополнительные пособия. Благодаря уполномоченному на 40% выросло пособие на опекаемых детей, а выплата усыновителям стала в три раза больше. А сейчас давай выясним, что знают сами дети о том, кто защищает их права. А главное, кто такой уполномоченный. Уполномоченный – это тот, кто защищает интересы и право на повоученную жизнь несовершеннолетних петербуржцев. А ты что думаешь? Это тот, кто следит, чтобы детей никто не обижал. Это тот, кто проводит конкурсы и дадит подарки. Это тот, кто следит, чтобы у ребенка все было хорошо. Это ответственный, который готов слушать, высказывать его мнение, ну, и поддерживать в разных ситуациях. Продолжение следует...